Всем привет, друзья! С вами Гробал канал OnlyTopGames и мы с вами продолжаем выживать в оригинальной сабнане. Below Zero будет несколько позже. С чего же мы начнем эту серию? Друзья, я думаю, нам нужно освободить и забрать нашу ласочку. А где мой весь интерфейс делся? Так, я думаю, забрать нужно ласку и освободить из этой недружелюбной компании, в которой находятся одни кальмара, крабы, камикадзе и газобрюхи. Ей здесь явно не место. Так, что я такого нажал? Где мой интерфейс? Вернись назад. Вот так вот интерфейс вернулся назад. Так, с чего мы начнем? Я думаю, начнем мы с того, что выпустим ее вот здесь. Пусть она у нас будет обитать и плавать. Потому что в аквариуме ей явно не место. Давайте с ней сразу же и поиграемся. Дай пять. Молодец. Умничка. Попробуем отсканировать, почитать про нее. Вот, блин, стой, 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 стой. Да стой же ты, будешь же. Ласочка, ну дай я тебя отсканирую. Ну, пожалуйста. Вот так вот отсканировать, сканировать, сканировать, сканировать еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть и местные формы жизни. Мелкая травоядная серого цвета демонстрирует высокий уровень интеллекта, любопытства и эмоциональной привязанности. Ну, здесь можно почитать более подробно, да, кто захочет. Оценка. Эмоциональная связь между живыми существами это важная составляющая психологического здоровья. Так как мы на планете, друзья, одни и психологическое здоровье наше, да, может ухудшаться и перерасти в какую-нибудь шизофрению. Ну, чтобы этого не случилось, мы вот так вот будем, не-не-не, никаким ножом, никаким ножом, иди сюда, иди сюда, иди сюда, мы с тобой будем играться и, возможно, даже тебя покормим, да, помнишь? О, вот, только, только, только хотел сказать, вот так вот печеньку тебе, возьми печеньку, умничка, молодец. Короче, пусть она здесь плавает, радует нас своим присутствием, поднимает нам настроение. Ну, а мы, друзья, продолжим заниматься нашими делами. Как вы помните, в прошлой серии закончили на том, что построили ядерный реактор. Нашли чертежи и построили ядерный реактор. Но, во-первых, я его не загрузил, стержней у меня нет, и, во-вторых, я все думал, как же сделать эту комнату. Мне понравилась ваша идея из комментариев, я все комментарии читаю, спасибо вам большое за это. И писал, кажется, Тимур Шлопаков, чтобы полностью укрепить эту комнату. Кстати, очень неплохая идея, поэтому давайте ее реализуем и закончим, наконец, делаем нашу реактор. Ну, я подготовился, все вот себе вот так вот, приготовил материалчики, как бы, распланировал. Сейчас вы увидите, что мы будем делать. Так, во-первых, мы берем, друзья, и, как я и сказал, делаем укрепление нашей комнаты. Поскольку это будет реакторная, здесь будет ядерный реактор, и, не дай бог, что-то случится, произойдет какой-то катаклизм, техногенная авария или ядерный взрыв, чтобы вся остальная база якобы не пострадала. Поэтому берем и делаем максимальное усиление. Это позволит нам убить, скажем так, два зайца. Во-первых, мы очень повысим прочность базы, ну и, во-вторых, вот такая визуализация, антураж будет присутствовать и создавать, как мне кажется, свою какую-то интересную, чего не хватило, атмосферу. Так, вроде бы должно все хватить. Вроде бы рассчитывал, считал эти ресурсы. Я надеюсь, у нас все будет без заминочек. Так, ну что, смотрим, что получилось. Ну, получилось вот как-то так, да, да, так, подождите, вот так вот, секундочку, вот так вот интервейс. Так, получилось как-то так усиление вдоль всей комнаты, ну, как бы самое-самое усиленное и технически безопасное будет комната. Так, строим, друзья, дальше. Что мы построим? Вдоль этой стороны мы поставим, я думаю, сейчас вот такие вот столы. Как вы знаете, их мы воспринимаем, ну, лично я так себе планирую, как пункты, какие-то пульты управления. И поскольку ядерный реактор это очень сложная система, и вообще атомные станции это очень технологически сложно, ответственно, поэтому у нас здесь должен присутствовать персонал, который будет следить за всем этим состоянием всего ядерного реактора и, конечно же, им управлять. Да что ж ты будешь делать? Стройся, стройся, я тебя прошу, ну, стройся, как-то не хочет. Вот, вот, еще ближе и еще ближе. Вот, хотя бы где-то так. Окей, хорошо. Так, три стола есть. Здесь мы посадим, конечно же, персонал, который этим будет всем делом управлять, да? Вот, как минимум, три оператора должно присутствовать, чтобы наблюдать за ядерным реактором. Так, вот, сделаем сразу для них стульчики для этого персонала, скажем так. Так, вот, как-то так. Ровненько, ровненько. Ну, более-менее. Так, и еще один третий стульчик мы поставим. Так, 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 по центру, по центру будет где-то, скорее всего, вот так. Вот, идеально. И делаем, как по моему любимому стандартику, скажем так, вот здесь я вешаю фоторамочки. Фоторамочки, но я их воспринимаю как будто мониторы. Мониторы тех, ну, пульт, это пульт управления якобы стол, а это мониторы, на которых будет отображаться вся необходимая информация. Потом я когда уже когда-то соберусь и сделаю красивые какие-то скриншоты, возможно, здесь сделаю какие-то такие техногенные скриншоты, а не с видами. И вот, вот такой у нас получился пункт управления этим ядерным реактором. Что, друзья, делаем с этой стороны? Как я себе здесь распланировал? Здесь мы устанавливаем вот такие уже столы. Не с оборудованием, а вот такие обычные. Я их называю, стоять, закончился титанчик. Я их называю лабораторные, да, столы? Так, 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 вот это все мне, в принципе, понадобится. И титан мне тоже понадобится. Надеюсь, хватит. Так, здесь устанавливаем, значит, вот такие столы. Раз, столик, и столик, 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 столик. И столик два, вот так, где-то должен, блин, стать. По центру. Ну, пусть будет вот так. Да? Да. Значит, на эти столы как раз пойдут вот те самые, где мой, я думал, я его взял. Вот тот самый антураж, за который вы меня неоднократно отчитывали. Зачем я его весь собираю, набираю и куда все это дело я применю? Так вот, друзья, вот сюда я это все дело и применю. И, кстати, должен сказать вам, это практически уже последние вещи. Это все штуки, которые давайте по-разному сделаем. Это с разных сторон, чтобы как-то это все дело смотрелось. Так, вот так поставим и анализаторы поставим вот так. Вот один, я думаю, поставим ровненько, допустим. Или нет, один все-таки вот так, вот здесь под наклоном. Один можно поставить вот здесь ровненько, чтобы как-то столы немножко отличались друг от друга. Здесь мы поставим, ну давайте вот такую колбу, большую колбу, поставим ее как-то вот так под наклоном. А здесь все, что осталось. А осталось всего у меня одна маленькая колба. Вот и все. И, в принципе, мы с этим разобрались. Здесь у нас будут лабораторные столы и мини-лаборатории для изучения биотоплива. Какого-то его качества или насколько стержни уже будут, допустим, отработаны. А для утилизации стержня, а для утилизации стержня мы поставим тумбу, вернее не тумбу, а ну не мусорку, блин. Ну пусть будет контейнер для утилизации ядерных отходов. Кстати, он вроде бы и узкий, но очень вредный. Я пробовал поставить вот такие в разные места в уголочек. Нифигища, он не хочет, ему нужно много места. Так, ну и сверху я предлагаю сделать вот такую вот надпись, вывесочку. Да, вот так вот мы ее построим. И что мы, друзья, напишем? А напишем мы то, чего здесь следует опасаться. Внимание, ну внимание, я думаю, мы не будем писать, а напишем просто радиация. Вот так вот. И чтобы это привлекало внимание, мы, во-первых, сделаем шрифт побольше, вот такой вот максимальный. Это, кстати, да, больше шрифт не ставится. Во-вторых, мы выберем цвет, вот, отлично, красный, красный. Вот так вот, смотрите, внизу значок и вверху радиация. Сразу видно, что здесь находиться опасно. Так, хорошо, отлично. Что еще можно поставить? Можно поставить возле, возле этой мусорки, можно, допустим, друзья, поставить, ну вот, какие-то горшочки. И посадить я хотел здесь, так, получится? Получится. Один горшочек. И посадить я здесь хотел растения, которые якобы будут сигнализатором или поглотителем той самой радиации. Ну, так как кактусов у меня не имеется в этой игре, я нашел растения, отдаленно, скажем так, напоминающие кактусы. Да, да, это вот эти каких-то растения мин, ну, скажем так, кактус, у которого выпалли колючки и который зацвел сверху. Будем себе это делать так представить. Я, вот, думаю, возьму их и посажу вот сюда, вот сюда. Вот так вот будет расти растеница. Так, хорошо. Я думаю, с этим мы делом разобрались. Не помню, влезут или нет. Давайте еще по бокам, мне кажется, можно построить два шкафчика и реализовать идею, которую тоже писали вы в комментариях. Кстати, за что вам очередной раз огромнейшее спасибо. Писали идею насчет того, чтобы при входе положить сюда радиационный костюм. Ну, так как на мне еще до сих пор противокостюм сам находится и перчатки. А вот шлем я не использую, шлем обязательно сюда получу. Получается, вот, как-то, в принципе, если бы еще засунулся сюда, нет, ну, сюда больше не станет цветочек. Сюда можно, можно и не ставить. Короче, вот как-то так, друзья, я вижу реакторную комнату или такую нашу мини-радиостанцию. О, не радиостанцию, электростанцию. Атомную, нашу, да что ж ты будешь делать, нашу мини-атомную станцию. И осталось ее привезти. Так, подождите, что мне этот сигнал мешает? И осталось ее реализовать и воплотить в реальность. Так, подождите, капсула 2 мне нужна, а капсула 12 мне уже давным-давно не нужна. Так, ну что же, все оборудование готово. Ждем нашего персонала, скажем так. И, конечно же, мы должны это все дело запустить. Ядерных стержней у меня нет, но, друзья, я это все дело реализовал, вернее, приготовил ресурсы. Сейчас только вспомню, куда я их засунул. Вот сюда. Должно теперь хватить на все. И у меня, я точно рассчитал с настураном, на 4 стержня как раз нужно 12 настуранов. То есть, все просто под 0. Под 0 я использую все, что есть. И титан, кстати, последний. Короче, все, что у меня было, я, в принципе, использовал. Да, сейчас, подождите секундочку. Вот один титанчик выложу, а еще и возьму шлем. Все, отлично. Идем заканчивать нашу реакторную. Так, вот здесь на входе мы положим пока что только противорадиационный шлем. Когда у меня будет укрепленный костюм ныряльщика, кстати, да. Я вот сюда весь противорадиационный костюм положу. Вот только заходите, получается, оделись и можете работать с ядерными стержнями. Кстати, блин, да. Я же взял все и где мой там изготовитель. Немножко я пробежал. Нужно же сделать радиационные стержни. А что там, кстати, было написано на них? Давайте посчитаем. Где-то там я видел надпись, что, типа, внимание, используется для работы ядерных реакторов. Но где-то я видел надпись, что, типа, работать только можно в костюме топливных стержней. Нет? Нет? Ну, ладно. Короче, я не в полном костюме от защиты радиации. Поэтому и попробуем сделать, и посмотрим, что будет. Четыре топливных стержня нам нужно. И первый пошел. И я даже услышал, что якобы что-то зафонило. Давайте не буду брать. Блин. Пока я его сразу же забираю, он немножко даже фонит. То есть радиация в них, конечно же, присутствует. Ну, отлично. Короче, четвертый топливный стержень готов. ХПшка у меня не уходит. Все как бы хорошо. Хорошо, да. Ну, нормально, несем в руках. Вот без какой особой защиты. Так, и снаряжаем, друзья. Как видите, у меня 305 из 3500 энергии. Она не восполняется. Сейчас, скажись, ночь. И поэтому солнечные батареи не работают. В биореактор я ничего не закидываю. Как бы проблемы с энергией присутствуют, скажем так. Поэтому мы вот сейчас возьмем и закинем четыре ядерных стержня. Все, все отлично. Он активен и пошла-пошла восполняться энергия. Все, друзья. Наш ядерный реактор, наша реакторная атомная, мини-атомная электростанция готова. Что я хотел еще? Мне кажется, в принципе, получилось неплохо. Вы, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете. Как вам? Понравилась вот такая реализация? Не понравилась ваша идея и предложение? Если будет интересная идея, я перестрою. Почему бы и нет? Ну, пока что будет вот так. И раз мы построили вот такую реакторную комнату, да, и я думаю, надо как бы нам закончить с этой комнатой. Эта комнатушка под биотопливо, под биореактор я как бы уже использовать не буду вручную. Но это все дело закидывать, это муторно и уже нет смысла. Да, у меня будет энергии и так вдоволь. Но я думаю, давайте закончим. И знаете, что я подумал? Раз у нас здесь полностью укрепленная вот такая конструкция, хотя я, конечно, люблю прозрачные базы, но эта комната, она будет исключением, исключением из правил. То эту давайте сделаем, ну, пока что максимально светлую, как мы можем себе позволить. Стекло. У меня было 4 стекла? Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо. А где же мое стекло? Мне что, не хватит стекла? Подождите, подождите. Вот эти еще ящички. Точно. Вот смотрите, у меня еще осталось 4 стекла. Я все рассчитал вообще практически под ноль. Этот шкафчик мне уже не нужен. Да, и этот, кстати, тоже не нужен. Эти ящички я повесил только, чтобы складировать все ресурсы для постройки нашей реакторной. Так вот, друзья, берем и строим эту комнатку максимально светлую. Да, сейчас ночь, сейчас ночь, и поэтому не было питания от тепловых солнечных батарей. Вот, мы строим здесь 4 окошка. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, мы строим здесь 4 окошка. Прочности у нас теперь... О, Ласка! Привет, Ласка! Так, прочность нам теперь это все позволяет сделать, потому что там вот эти все укрепления намного повысили прочность. Что мы можем здесь построить еще? Да, как уже окончательно доработать эту комнатку? Во-первых, мы так же само. Этот реактор как бы менее технологически сложен, скажем так. Ему, я думаю, нужно меньше обслуживающего персонала. Поэтому мы построим здесь всего один единственный столик. Так же само, которым будет должен управлять там какой-то один оператор из обслуживающего якобы нашего персонала. Вот так вот мы ему строим. Конечно же, мы ему ставим монитор, на котором будет высвечиваться все-все-все там важные показатели этого реактора. Ну и здесь строим так же само, строим по аналогии... Так, где мой ящичек лабораторный? Здесь мини-лабораторный тоже мини-лабораторию сделаем. И тоже убьем таким образом стоять два зайца. Каких сейчас расскажу. Вот так вот. Друзья, у меня осталось последних-последних два микроскопа. Больше у меня нет ни микроскопов, ни газоанализаторов, ни колб. Все, что было, я применил вот сюда. Поэтому вот так вот их здесь поставим, построим. Ни колбы, ничего больше нет. Давайте один как-то ровненько вот так поставим. Вот так вот как-то будет. Да, чтобы установить. Ну и вот как-то так мини-лабораторию мы сделали. Можем в последний раз туда что-нибудь закинуть. О, есть, отлично. Вот так вот мы возьмем. Сюда еще тоже забросим, чтобы это все дело работаем. И вот как-то эта комнатка, ну чтобы как-то ее уже привести в порядочек. Тоже у нас будет окончательно уже, я думаю, закончено. Если вы не напишите какую-то суперинтересную идею из того, что есть, как здесь можно построить. Будет светленько, будет прозрачно. Все, мне кажется, нормально тоже получилось. Единственный последний штрих, которым я бы это все дело закончил, друзья. Это, конечно же, это крыло, все правое крыло у нас будет вот с реакторами. Да, биореактором и ядерным реактором. Так вот, чтобы убезопасить себя, обеспечить безопасность базы нахождения, да, я думаю, нужно задраить все подходы к этим комнатам и установить вот такие вот переборочки. Да, одна переборочка есть. Я бы, конечно, бы хотел, сразу я хотел реактор этот отгородить, только ядерный реактор. Но так как я не строил, друзья, к сожалению, между жилыми модулями многоцелевыми, не строил переходов. Поэтому здесь он просто не поставится. Поэтому мы отгородим оба реактора. Ну, может так, в принципе, будет даже еще и лучше. И построим две переборочки. Чего не хватило? Да, блин, титана не хватило. А у меня он вообще есть или нет? Мне кажется, я уже использовал весь в наличии титан. Я просто уже под ноль использовал все необходимые ресурсы. А сколько там надо было? Кажись, три надо было. Но если сейчас хватит, это будет вообще практически в ноль. Я выйду в ноль. Так, хорошо, строим переборочку. Но я думаю, сейчас как раз и должно хватить. Вот, отлично! Просто отлично! Все, вот это законченное, получается, крыло. Целое крыло реакторов. Переборки ограждено. Все так. Здесь как раз вот рассвет видно прозрачненько. И видно, работает этот. Здесь будет находиться один оператор. Ну, а здесь система намного посложнее, намного серьезнее, намного опаснее. Здесь вот даже противорадиационный костюм будет, побольше лабораторий, утилизатор ядерных отходов и написано радиация. Вот так вот, для атмосферы. Ну, и это крыло так же самое будет заграждаться перегородкой. Все, друзья, пишите, что вы думаете в комментариях насчет этого. Понравилась вам такая реализация, блин, подачи питания на базу или нет? Что вы думаете насчет этого повода? Я все задраю, а то, не дай бог, взорвется. И таким образом мы себя обезопасим. Все, я думаю, на этом что мы делаем? Мы делаем, друзья, с вами. Я хотел взять и отправляться уже... Где наша ласочка? Она плавает или там куда-то? Я ее видел, она уже плавала там сквозь иллюминатор, блин. Мне передавала привет. Я надеюсь, далеко не заплыла. Так, я думаю, нам нужно отправляться уже в плавание. Для этого я сейчас проверю там по питанию. У меня было он же за это время, пока там 62% не годится. Давайте поменяем сейчас сразу же наши энергоячейки. Так, посмотрите, есть небольшие косметические изменения. Кстати, давайте аптечек. Туда, куда я отправляюсь, аптечки мне пригодятся. Поэтому сейчас мы их немножко соберем. У меня есть небольшие косметические изменения по циклопу. А именно, я посадил вот эти воксельные кустики. Мне кажется, они очень красивенно смотрятся в этих горшочках. Вот, красивенно. И, друзья, установил здесь один такой вот ящичек, который я взял на запас. Ну, быструю еду. Да, бутылочки по 50 целых, да, которым можно быстро поесть. И батончики, которым можно поесть. И бутылочки попить. Вот так вот. Теперь это и не только антураж, но еще и полезная, как бы, комнатка. Да, да. Здесь я, в принципе, ничего не менял. Единственное, что положил в шкаф, необходимые мне будущие материалы. Для тех модулей, которые я буду в дороге докрафчивать, когда найду кианид, серу и тому подобное. И никель. Так, вот. Во-первых, друзья, я хотел провести мини-эксперимент и посмотреть, когда-то писали, что будет, если у циклопа закончится заряд. Он затонет или нет. Давайте вместе с вами это и проверим. Так, вторую ячейку я выему сейчас все ячейки. И посмотрим, что будет с циклопом, когда я выему все-все-все ячейки. Так, еще одну вынимаем. Это уже четвертую получается. Самую интересно, потому что почему-то раньше никогда такое не делал. Пятая. И, друзья, последняя ячейка. Сейчас мы выемем последнюю ячейку и посмотрим, а что же, собственно, может случиться. Это как эксперимент. Гаснет свет, гаснет питание. Мы обесточили весь циклоп. Но нам главное посмотреть, он тонет или нет. Да нет, все нормально. Мы видите, мы находимся над своей базой. Никуда мы не тонем. Все у нас хорошо. То есть, ласточка плавает, передает плавает. То есть, все у нас хорошо. Вы не затонете. Так что, не переживайте. Вы просто остановитесь, все потемнеет, все это. Но вы, по крайней мере, не затонете. Хорошо. Давайте вернемся к себе на базу и поменяем эти все ячейки на полностью заряженные 100%. Да, он на месте стоит, не тонет. Все хорошо. Так что, не переживайте. Ну, а у нас есть, должны уже быть готовые 100%. Вот, вот здесь. Мы сейчас вот как раз сделаем мах на мах. Так, две сюда. И да, здесь пошли стоять. Подожди, 100% мне дай. А 1% установи и 0%. Вот так вот. Сейчас мы это все дело поменяем. Так, 93, 85. У меня должны остаться 100%. Так, есть? Да нет, ты, блин. Давай не так. 98 сюда, 92 сюда. Ну, как-то... И опять же 100. А, или она сразу... Она, наверное, сразу, друзья, заряжается. Так, еще две. Еще две. Это я выйму, выйму. И... 85 однозначно. Да стой ты, блин, как-то быстро. 100, 99, ну, пойдет, если что. 100. Что все? Ну, 99, давай вставьте. Все, у меня осталось 100%. Я, в принципе, готов. Все, в принципе, больше здесь меня ничего не держит. Единственное, я думаю, нужно поесть, попить. И взять с собой, наверное, еще... Так, здесь нет. Единственное, я не помню, где, друзья... Кажется, где-то в этих ящиках я ложил. Мне надо еще взять с собой стазис... Ага, вот она. Вот стазис винтовочку. Возьмем с собой стазис винтовочку. Я думаю, мы поедим, попьем еще на дорожку. И будем отправляться уже окончательно в путь. Так, где наши любимые луковые деревья, которые по-быстрому нас спасут сразу же от всего? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нужно одно, конечно же, посадить. Не понял. А, ласка. Вот, таки, друзья, заплыло. Таки, друзья, заплыло. Этот баг остался. Давай поиграемся с тобой. Дадим печеньку. Я думал, они уже... Они уже этот баг исправили давным-давно. Нет, оказывается, ласка-таки все равно, как и раньше, заплывает в базу. Прикольно. Ну что же, значит, все так по-старому и осталось. Хорошо. Так, еще немножко поем, попью, чтобы было по фулу. Все, ласка, пошли за мной. Так, быстро-быстро-быстро приказать следовать. Поехали, поплыли, поплывем вместе. Все, друзья, я, в принципе, полностью готов. Да, да, здесь делать нам уже больше нечего. Радиосообщения не приходят. Мне нужен новый, новая руда, кианид, никель, сера. Так, короче, мне нужно отправляться в затерянную реку. Отправляться мы, друзья, будем с вами... Так, все, вроде все взял. Все хорошо, все взял. Отправляться туда мы будем, ой, как темно, на циклопчике. Да. Сейчас мы, конечно же, вставим батарею, зато красиво. Смотрите, как красиво все светится и подсвечивается. Вау, 3 из 5. Кстати, нужно забросить еще приманок. На всякий случай. Ой-ой-ой, я почти ничего не вижу. Тихо-тихо-тихо. Так, вставляем все энергоячейки и зажглось сразу же освещение. Вот так вот мы сейчас будем 100% и все у нас будет хорошо. Мы полностью готовы, наконец, к своему путешествию. Долго-долго я, конечно, готовился к нему, но нужно ко всякому делу подходить основательно. Мне не хватает еще одного модуля для пожаротушения, но я, как уже сказал, я приготовил все необходимые материалы, чтобы, если что, скрафтить это все дело в пути. Так, а почему ты не хочешь раз, два, три, четыре, вот так вот перекладывайся сюда. Отдай, отдай назад мой термо... А где мой термоклинок? Почему он исчез с быстрого слота? Вот так вот. Все, я готов, я готов, друзья, отправляться в путь. И отправляемся мы с вами, вот так вот, врубаем двигатель, 100% энергии, 900 метров максимальная глубина, погружение, блин, забыл, забыл сейчас, секундочку, мы закинем еще две приманки, чтобы быть в полном, полной боевой готовности, да. Наши приманки-торпеды мы закинем вот сюда. Все, пять из пяти. Все, теперь мы полностью, полностью готовы. Вот так вот мы будем плыть, так будет атмосферней. Подождите, свет, вот так вот, этот свет вырубаем, этот свет врубаем и отправляемся, друзья. Куда мы отправляемся? Мы отправляемся с вами к капсуле номер два. Туда я уже плавал, я вам уже дело это все показывал, поэтому повторять, конечно же, не буду. Но вот когда туда доплыву, я включу запись. Все, плывем к капсуле номер два. Ну что, я четенько, ровненько над капсулой номер два. И, друзья, здесь уже начинается место, продолжаем плыть дальше. Вот так вот, вот прямо туда, ко входу в затерянную реку. Так, выйдем на я с режима камеры и будем уже смотреть прямо из кабины. Так вот, здесь начинается место, которое делит многих фанатов и поклонников Сабнатики на два лагеря. Ну, это так, мое мнение. Первые это, которые опасаются и боятся вот этих всех глубин, потому что здесь уже начинается опасность. Как бы здесь вот такая музыка психологическая идет. И существа, которые уже могут причинить реальный вред и урон и вашему циклопу, но и, соответственно, и вам. Поэтому многие люди опасаются, боятся, как бы, и не хотели бы сюда вообще заплывать. И вообще здесь никакого дела вообще иметь с этими существами, да? Ну и вторые любители, которые, наоборот, от этого кайфуют. Я, скорее всего, друзья, отношусь ко второму лагерю. Вау! Это же круто! Вы посмотрите. Я, скорее, отношусь ко второму, потому что вот здесь уже начинается просто шикардоская атмосфера вместе с адреналином. Поэтому мы возьмем, друзья, и попробуем выйти, выйти. И это все дело отсканировать первых опасных существ, которые встретятся у нас на пути. Я с собой возьму на всякий случай стазис винтовочку, да? И попробуем как сделать. Во-первых, всегда хотел отсканировать. Первым раз, когда играл, вот этих существ очень хотел отсканировать. И про них почитать, потому что раньше я их никогда не сканировал. А теперь мне это интересно. Да-да-да, я помню, что они опасные. Блин, надо было еще аптечек взять. Речной мародер. Они называются. Сканируйся, сканируйся, сканируйся. Тихо-тихо-тихо. Немножко осталось. Вот, теперь мы можем прочитать про морского мародера. Быстрый и ловкий хищник, обнаруженный на большой глубине челюсти, тела, особенности нападения. Он будет агрессивно поворачиваться челюстями в сторону оппонента. Но небольшое быстрое существо может получить преимущество. Оценка избегать. Вот это мы и будем делать. Так, мы выпьем первую аптечечку. Потом я хотел, очень хотел отсканировать вот этих красивенных существ. Не опасных, но красивенных. Так, блин, еще и этот краб ползает. Призрачный скат. Он называется, блин, и пиявки. Вы видите, как здесь? Вот поэтому многие ребята и не любят уже это место. А мне оно безумно нравится. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мы отсканировали призрачного ската или нет? Да, призрачный скат. Ядовитая плоть. Мясо несъедобное, кстати. Питание питается растительными остатками. Несъедобен. Этот вид ската приспособился в глубоководном условии. Его тело полностью защищено прозрачной кожей. Его большие крылья способны издавать большую тягу. Но это не все опасные существа, которые здесь имеются. Сейчас я попробую и эту мелкую гадость отсканировать. Блин, иди сюда. Иди сюда. Сможем? Если у нас не начнет сильно дамагать, блин. Ну, он как-то не очень-то и сильно бьет, да? Багровый ползун. Вы знаете, эти паучки. Оценка. Необходим для переработки отходов. Избегать или нейтрализовать. Его можно без проблем убивать и буром, и ножом. Но это не все опасные существа, которые, друзья, здесь есть. Здесь есть кое-кто и покруче. Я думаю, вы многие знаете. Ну, а кто не знает, я сейчас покажу. Где ты, наш красавчик? Я тебя слышу. А, вот-вот-вот-вот-вот. Я тебя слышал, но еще не видел. Посмотрите, какой красавчик. Как он бесится. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте мы попробуем с ним немножко поиграть в прятки. Вот так вот поиграть, да? Мимо коряк. И я очень хотел, друзья, его отсканировать. Никогда я его не сканировал в первом своем прохождении, когда играл еще до канала. Годика-полтора назад. А теперь мне это интереснейше сделать. И хочется это сделать. Вот тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И хочется это сделать вообще без, не применяя... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Скушек? Нет, нет. Вообще не применяя, друзья, стазис винтовки. Вот это для меня такой мини-вызов. Тихо-тихо-тихо. Быстро-быстро пьем-пьем аптечечку. Кушаем. И у нас будет еще... Блин. И вы видите, видите, в чем фишка? Он сканируется только возле самой головы. Только возле самой головы. Так-так-так-так-так. И крутится. Вот какой он юркий. Мне безумно хочется это сделать. Вот так вот вручную. Нет-нет-нет. Ну сканируйся. Есть, друзья. Есть-есть-есть-есть-есть. Есть-есть-есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мы убегаем. И прячемся возле коряк. Не-не-не-не. Играем. Давайте с ним поиграем в пряточки. Эти прятки, конечно, очень опасны. Тихо. Все, хватит. Поиграли и хватит. И рано или поздно закончится победа. Вы знаете кого, да? Но у меня удалось сделать то, что я давным-давно хотел. Блин. Осталось 15 секунд. Я надеюсь, я успею. 12 секунд. Нет-нет-нет. 9 секунд. Ёлки-палки. Сейчас будет хорошо. Давай-давай-давай-давай-давай. Тихо-тихо. Все у нас отлично. Мы все с вами успели. Вот это круто. Вот это адреналин. Вот за это. И я и люблю Сабнатику. Да, здесь можно и строить, и развиваться, и испытывать незабываемые эмоции. Куда он плывет? Тихо-тихо-тихо. Вырубай внешнее освещение. Вырубай. Не надо-не надо. Он нам еще подпортит циклоп. И теперь, наконец, можно про него, друзья, почитать. Детеныш. Да, это детеныш призрачного левиафана. Но, тем не менее, нам даже детеныша удалось отсканировать вообще без стазис винтовки. Пишите свое мнение, вернее, пишите в комментариях, получалось ли это сделать у вас. Потому что жнец, это уже для меня, это совсем одна категория. Я вокруг их жнеца уже плавал просто с глайдером, как бы без стазис винтовки. Но вот с призрачным рядом с призрачным я еще не плавал и вот так его не сканировал. Так, хорошо. Данный огромный хищник приспособится жить в глубоководных водах и темных пещерных системах, охотясь на все и вся в своем стремлении вырасти. Но тут идет тело, описание. Так, питается крупными травоядными и невезучими сородичами. Вот так он даже своих сородичев может кушать. И демонстрирует поразительную скорость роста без всяких признаков прекращения. Тык-тык-тык. Оценка. Избегать. Друзья, первая жизнь я вообще его отсканировал. Вот так вот. Фух, вот это адреналинчик. Ну, хорошо. Адреналинчик-то адреналинчик. А нам нужно двигаться с вами дальше. Нам нужно двигаться с вами дальше. Это, я знаю, не очень-то удобно, конечно. Поэтому многие ребята и не любят из-за этого эти все заросли. Потому что здесь, да, здесь, конечно, блин, вот эти все коряги, деревья мешают. Очень мешают. Мы можем, кстати, двигаться здесь на тихом ходе, да, на малом ходе, чтобы не привлекать к себе внимания. У нас есть, конечно, да, есть у нас все нормально. У нас есть щит, у нас есть приманки. Я, в принципе, не переживаю за циклоп. Но можно, в принципе, не привлекать к себе излишнего внимания, да. Да, куда же нам нужно с вами двигаться? Вот где-то в ту сторону, насколько я помню, да. Как в том старом, пошлом анекдоте. Кто помнит, как зайдешь налево. Кстати, кто помнит этот анекдот, напишите в комментариях, там, плюс единичка или что. Мне интересно просто возраст моей аудитории. У меня-то есть, конечно, статистика канала. Я, как бы, знаю примерный возраст. Но, тем не менее, интересно, сколько вот зрителей помнят этот старенький анекдот. Так, короче, ладно. Вот где-то в ту степь, насколько я помню, мне и нужно двигаться от входа налево, да. Вот вроде бы туда. Сейчас я это все дело проверю. Если там есть спуск, давайте врубим освещение. Да, вроде есть, вроде есть. Давайте врубим освещение. Мы левиафанчика уже прошли. Все у нас хорошо. Да, 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 да. Друзья, это все дело сюда. Можно вот так вот еще включить гидролокатор. И он нам покажет, что все, мы правильно двигаемся. Двигаемся мы в правильном, в принципе, направлении. И сейчас идет спуск, смотрим глубину, почти 700 метров у нас циклоп может до 900 погружаться, так как он у нас не прокачан вторым модулем, да, только первый стоит. Так, еще, еще нормально все позволяет. И что мы здесь можем увидеть, друзья, сколько? 800 метров, 98%. Видите, заряд практически мы не потратили. Опа-па-па-па, посмотрите. Вот так вот мы уже находим останки. Так, все отлично. Я хочу сделать небольшую вылазочку, отсканировать вот эти останки. Обязательно посмотреть, почитать про них, конечно же, возобновить в памяти. Так, скотов, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Кстати, блин, подожди, ё-моё, мы сейчас поджаримся. Мы, друзья, с вами поджаримся. Да, блин, залазь ты, ёлки-палки, залазь, или будет с тебя жареная котлетка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Короче, мы остановились, я так понимаю, прямо над вулканом. Жаль, у меня нет модуля... А у меня еще не готовы аптечки, ё-моё. А, у меня есть две с собой, вот так вот. Ну, отлично, хорошо, хотя бы так. Так, починились, я думаю, время сделать перекус. Давайте сделаем перекус пока что. Так, четыре, пять, шесть. Нормально? Нормально. А вот и проверим наши луковые деревья в действии. Мне кажется, вообще нам одного даже горшочка хватит с тобой. Вот, смотрите, все. Давайте дорубим, чтобы посадить сразу же. Раз, два. А у нас еще есть... А, еще два, посмотрите. Так, хватит нам с головой. Короче, делаем вылазку номер два в этом месте. Так, надеюсь, нас не убьет этот, этот. Да, сильно-сильно здесь тепло. Был бы тепловой модуль циклопа, он бы заряжался. Но для теплового модуля нужны еще ингредиенты, которых у нас нет. Но, возможно, мы здесь и его найдем. Но, сделали мы вылазку ради вот этих окостеневших остатков. Красивее, да? Смотрится, придает своей атмосфере. И, конечно же, мы должны узнать, что же это такое. Скелетные останки левиафана. Сканируем и читаем, друзья. Скелет морского дракона. Частично поврежденный скелет, принадлежащий хищнику класса левиафан. Травма головы. Имеется явное свидетельство обширной физической травмы головы. Повреждение настолько сильное, что, вероятнее всего, стало причиной смерти. И должно быть произойти где-то поблизости. Модель повреждения совпадает со столкновением с твердым объектом на высокой скорости. Возраст. Что-то в окружающей среде помогло сохранить останки, но распад кальция предполагает приблизительное время смерти около тысячи лет назад. Развитие костей предполагает, что жизненный цикл существа соответствовал стадии откладывания яиц. Так, мы умираем, поэтому нужно действовать быстро. Есть здесь что-то такое еще интересное. А не будет, который мы можем отсканировать. Сканируем там, почитать, кому интересно, неразумный вид существа. И руда, 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 какая-то руда. Медь, нет, 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 медь в принципе нам нужна, но не здесь. Медь мы у себя дома можем найти. Все, друзья, я думаю, за... Блин, возвращаемся в циклоп. Ничего здесь больше такого полезного я не вижу. И будем двигаться дальше. Самое главное... А вот как это так получилось? Вы видели, как это так получилось? Я не вошел. Странно, очень странно только что было. Так, короче, мы, я думаю, используемся сейчас с вами вторую аптечечку. Вот так, подождем еще пока эти. Скоро уже будут делаться. И будем двигаться дальше. Друзья, я не зря сканировал эти останки. Поскольку мне интересно, как производителю контента, который делал новости по Беллоу Зеру. И помните, я рассказывал предысторию из оригинальной сабнатики. Так вот, предпечи, желая, допустим, излечиться от болезни Харам, производили эксперименты с детенышами, с яйцами. С яйцами морского императора и яйцами дракона. Насколько я помню, морского дракона. И вот этот морской дракон, желая вернуть... Куда мы будем двигаться? Будем двигаться влево. Желая вернуть своих детенышей, на всей скорости врезался в кое-какой комплекс и таким образом разрушил его. И сам, вот видите, погиб. И как раз эти останки, это и есть вот тот морской дракон, о котором я рассказывал, я не помню, то ли в 10, то ли в 11 выпуске новостей. Кажись, выпуски о Прекурсорах. Пересмотрите на канале, кому интересно. Там я рассказываю всю эту предысторию. Ну и вы видите свидетельство существования этих древних цивилизаций. Вот по этим столбикам, как в Беллоу Зеру, мы так же само движемся. И куда же мы движемся, и куда же мы с вами попадем. И вот, посмотрите, вот этот и есть инопланетный комплекс. Мне кажется, должен какой-то пойти диалог, что-то. Но сейчас мы посмотрим, попробуем его исследовать и узнать, что же это за комплекс. Хотя я уже в принципе знаю. Похоже, что это инопланетное сооружение рухнуло на дно. Ну да, по всей видимости, это сооружение и рухнуло на дно. И так, ну короче, это, друзья, и есть комплекс по исследованию болезни, в которых предпечи и проводили свои эксперименты, пока вот этот морской дракон на всем своем разгоне не врезался и не пробил его головой, не разрушил. Здесь есть стражи, конечно же, которые охраняют все это место. И вот таким вот образом, непонятно, как бы до сих пор, я помню, после выпуска в комментариях, было много комментариев, а как же вот, собственно, дракон смог разрушить вот такие супер технологии предпеч? Как у него в принципе это получилось? Ну, друзья, ответа на этот вопрос я не знаю. Вот и вроде бы у них сверхпрочные сплавы и все. Но вот дракон оказался сильнее. Я думаю, на этом с вами мы пока что закончим. И я думаю, мы продолжим исследование этого комплекса по исследованию болезни в следующей серии. Всем спасибо, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, переходите на канал. На канале есть прохождение оригинальной сабнатики, сабнатики Below Zero и новостям по Below Zero. Ну, а также много других интересных игр. И еженедельно проводятся конкурсы и уведомления о бесплатных раздачах. В общем, в принципе, есть все, что нужно нормальному геймеру. Всем спасибо за просмотр и, конечно же, ребятки, до скорой встречи в новой серии.